Всем привет, привет! С вами снова я, Антон Юлай, от очередного видео в канале. И да, я наконец-то в другой комнате, поэтому да, у меня всего около 10 минут, прежде чем я пойду по своим делам. И я решил снять для вас Storytime. Storytime — это те видео, в которых я рассказываю им какие-либо истории из своей жизни, либо из жизни своих друзей, либо из знакомых. И по идее, эти истории должны быть либо смешными, либо интересными. И в конце мы выносим для себя какой-либо урок. Поэтому сегодня я решил выбирать между двумя историями. И в общем-то, обе эти истории достаточно странные. В плане того, что они показывают меня как не очень хорошего человека. Я нормальный, я честно, я адекватный. В большинстве случаев, когда дело не доходит до моих музыкальных вкусов и критикования. У меня просто режим критиковать включается. И знаете, выбирать между историей про то, как я убил своего хобяка, и историей между тем, как меня арестовали за кражу книг в Америке. Да, видите? Как вот между вот этим и другим можно выбирать? Так что сегодня я расскажу вам историю про своего хомячка, которого, кстати, звали Персик. Вот почему я его зовут Персик. У меня в его памяти, в его честь. Это был, наверное, самый милый хомяк, которого я когда-либо видел в своей жизни. Мне никогда не нравились ни хомяки, ни вот эти вот, как их называют? Такие длинненькие. Хорьки вот. Мне никогда они не нравились. Мне не нравились домашние мыши или домашние крысы. Мне нравились в основном только кролики. Потому что кролики всегда были милые. Но знаете, моя мама в то время, это было лет пять назад, не разрешала мне заводить каких-либо домашних животных, даже собак или кошек. И мы с ней, в общем-то, согласились сойтись на хомяке. Мы сходили, купили мне хомяка. Это был хомяк, который спал и жрал просто все время. И так получилось, что я купил ему и клетку, и вот колесо, и там всякие штуки, прямом вас, и корм у него там был чуть ли не 25. Пячек, это слово, которого не существует. Я хотел сказать слово пачка. Бум! Дикция просто сейчас взяла, встала и на выход. Вон, в ту дверь просто вышла. И да, вот так вот мы жили с этим хомяком буквально-таки до переезда на дачу. Мы переехали на дачу. Я собрал всю его клетку, я собрал все-все-все-все-все-все-все-все, что было у него. И если мы не сдали на дачу, у меня была раньше комната на втором этаже, то есть она была отдельная. И там я оставил жить своего хомяка. То есть мы там жили вместе, я и мой хомяк. Прям личная жизнь. Так и прям вот краткое описание моей личной жизни. Я и хомяк. Это прозвучало очень плохо, да? Да, это прозвучало плохо. Мой хомяк не приносил мне никаких неудобств до тех пор, пока ночью он не становился дико активным. То есть он, представляете, он начинал бегать, он начинал прыгать, он начинал грызть, скакать. Он даже начинал грызть клетку иногда. Клетка была железная, я не знаю, зачем он это делал. Хомяк пошел в меня адекватностью, видимо. И просто я стал закрывать его клетку каким-то вот покрывалом или чем-то еще. Там кто-то стоит на лестнице. Нет? Почему мне такое ощущение, что кто-то сзади у меня есть? Просто покрывал вот эту клетку каким-нибудь полотенцем или чем-то еще, и хомяк замирал. Он ничего не делал. Наверное, он думал, что наступила ночь. Не знаю, как работает мозг у хомяков. Наверное, лучше у меня. В принципе, все было нормально. То есть днем я его даже иногда выпускал бегать по комнате. Он там бегал. Он один раз выбрался каким-то образом из клетки. Пополз как-то по шкафу вниз. Заполз на мою кровать. И уснул у меня вот тут вот. То есть вот тут у меня впадет на ключице вот здесь. Он уснул где-то вот тут вот. И вы представляете, как я орал громко утром, когда я проснулся. Я поняла, что вот здесь что-то мягкое. Суммируем историю. Подходим к самой ее интересной части. И закончилось лето. Я переехал обратно домой в квартиру. Забрал своего хомяка. У нас все было нормально. Он не выказывал никаких симптомов того, что он может сдохнуть в любой момент. И просто так в один день произошло, что мой хомяк как-то свернулся к калачикам. То есть не к калачикам, а к кружочкам свернулся, как персик стал. И заполз в себе в домик. Я не обратил на это внимания. То есть я думал, что это нормально. То есть мало ли хомяки впадают в зимнюю спячку. Я не знаю. Я не понимал, что происходило тогда. Это было давно, 5 лет назад. Я был ребенком. Не думайте, я нормальный человек. Я адекватный вполне себе. Но почему-то в тот момент мне казалось это самым лучшим решением. Мой хомяк умер каким-то образом. Я не знаю, как он умер. У него всегда была вода, еда. Я просто не знаю, как он умер. Он просто умер. Все. Я не знаю. Он умер и все. Знаете, что сделал я? Я заметил, что он умер. Но я думал, что он восстанет из мертвых. Или что-нибудь там, не знаю. Природится хомяка-зомби. Что могло просто произойти в этом случае? Я взял его клетку. Поставил его на верхний шкаф. Вот на самую верхнюю полку, которая была вообще у меня в комнате. Так, чтобы там просто его не видно было. И все. Так прошло 2 месяца. Вы поняли, да? Что произошло через 2 месяца? Мама спросила, как проживает мой хомяк. И просто что мне ответить? Прости, мам. Хомяк сдал 2 месяца назад. Но его труп лежит по-прежнему на шкафе. Так что ты можешь посмотреть, что там с ним происходит. Знаю, вот что делать в таких вот ситуациях? Нигде, что в школе такому не учат. Такое делать только я. В общем-то, да, хомяк умер. 2 месяца он стоял на шкафу. Прикрытый просто полотенчиком. Точнее, его клетка прикрылась полотенчиком. Я, конечно, не буду описывать все эти метаморфозы, которые произошли с тела моего хомяка за 2 месяца. Находясь на вершине шкафа. Упокой хомячей, бог его душу, конечно. Я буду молиться за тебя. Вот так вот просто получилось, что я убил как-то своего хомяка. Мне стало на него пофиг. Я не знаю, почему я не рассказал об этом родителям. Или кому-то еще. Или просто, не знаю, похоронил хомяка. Я просто взял и поставил вон вверх. Все. Да, вот это вот потрясающая история. Дальше просто мой папа пришел, взял клетку. И я больше никогда не видел ни хомяка, ни клетку. Поэтому мне не доверяют животных в руки. Да. Похлопали сейчас мне просто. И да, на сегодня мне все. Надеюсь, все понравилось это видео. Если да, то я очень доброт. Я надеюсь, вы не считаете меня психом. Потому что дальше истории пойдут только... Только хуже. Мы будем все скатываться, скатываться вниз, пока мы не достигнем самой ужасной точки в моих историях. Ну, историй у меня еще много, поэтому, да. Какие истории вы хотите, чтобы я вам рассказал дальше? Или какие еще видео вы хотите видеть? Возможно, вам все-таки интересно, что меня арестовали, когда я крал книги из магазина. Я их не крал. Ну, как носитель. Ладно. С вами был я, Энтони Лай. Главное помнить, вы всегда ставьте серверами себе. До чего вы в всех ваших начинаниях. Я вас очень сильно люблю. Увидимся с вами совсем скоро на этом же самом месте. Пока. Я хотел... Sailor Moon. Лунная... Просто щелкну. Просто, мать его, щелкну. Субтитры сделал DimaTorzok